друзья приветствую роман из краснозаводска московской области прислал образцы масла эльф эволюшн 900 nf 540 полнозольное масло свежая отработка так сейчас покажу вам описание из рено дастера бензинового двухлитрового с небольшим пробегом 3200 вот ну как бы так на таких пробегах нежелательно конечно проверять масла но масло показалось мне очень подозрительным и давайте покажу вам значит создаем эталон чтобы проверить отработку сейчас посмотрим обновление спектрограммы спектрограмма такая типичная эти практически нет эстеровых каких-то пиков хотя смотрите два таких бугорка есть на на обычные стеры как будто полиэстеры там каком-то мизерном количестве там может до процента далее выбираю это масло и посмотрите что намерил прибор 68 процентов по противоизносным присадкам вообще мало как это вяжется с полнозольником непонятно и стоит обратить внимание такой уровень эстеров кстати не влияет на щелочной кислотные здесь кислотный 155 а щелочной 5,2 вообще это фантастика хотя типичное значение для полнозольного масла 540 где-то в районе 10 но здесь явно что-то не то с маслом на мой взгляд я думаю что это подделка такие уровни вот низкие показывают самые бюджетные масла там от лукойла по моему стандарт да у лукойла и всякие там синтеки самые бюджетные но тем не менее эталон я создал при возможности сравню потом какой-нибудь еще образец данного масла и посмотрим что будет ну и отработка ну а по отработке еще больше у меня тупик посмотрите 84 процента по противоизносные но в общем то нормально для такого небольшого пробега сажи три сотых процента гликольную гликоли одна десятая всего так 225 кислотные и 5 щелочной щелочной опустилась там всего на две десятые подозрительно мало хотя кислотное подросло на сколько там получается у нас 07 тысячи пипи воды удивительный результат хотя здесь 3200 пробег на масле без средней скорости значит мотор очень лояльен к маслу вот эти надежные моторы и преимущественно трассовый пробег то есть моточасов здесь совсем немного возможно что это объективная картина по щелочному а может быть это там погрешность было например 48 и картина уже была бы совершенно другая да тем не менее есть разжижение примерно на треть от максимального уровня вот несмотря на то что трасса но поездки достаточно такие короткие 10 километров в одну и в другую сторону да не забывайте пожалуйста отметить видео подписаться нажимайте колокольчик буду вам признателен ну и давайте посмотрим что с ресурсом были ну тут тоже какой-то озадачил меня этот тест честно говоря вроде как и результаты отличные хотя с другой стороны мы не знаем какая средняя скорость может она если она там 50 то и не такие уж они сказочные но тем не менее трассовый пробег надежный мотор старой школы воды посмотрите почти 13000 помоющим нейтрализующим свойством получилось вот и не трава не 10 400 и 9400 по вязкости то есть разжижение если будет такими же темпами накапливаться то масло как бы достигнет предела значит на дети 400 до доливок масло написано не требовалось мотор хорошо себя чувствует тем не менее вот и даже какой-то очень слабое масло здесь работает возможно было бы если бы низкие такие числа бывают когда магниевый пакет в маслах прибор не видит магний магний это металл щелочной прибор его не чтобы прибор увидеть вернее его видит только при сжигании плазмы когда сгорают частицы по цвету скажем так пламени можно определить состав здесь прибор инфракрасная спектрометрия не может определять и вот сейчас такое бывает например когда магниевый пакет занижение примерно на две единицы вот так я вот смотрю в данном случае этого нет и старов тоже как видели особо нет потому что кислотная очень ну достаточно низкая но это похоже честно говоря на подделку я предположил что подделка но в сочетании с надежным мотором хорошем состоянии который находится и трассовым пробегом показала вот такой результат ну вот такие мои мысли по этому поводу если вы не согласны или согласны есть что-то добавить пишите повторюсь я был честно говоря озадачен таким результатом но тем не менее благодарю романа за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока